Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News. Мы на бойцовском шоу «Всё или ничего», организованной промоутерской компанией SLT Promotion. Шоу подошло к концу, и сейчас мы разговариваем с ребятами, участниками этого бойцовского шоу. И рядом со мной Данильченко Александр. И он провел сложный бой против серьезного соперника Павла Нестеренко. И сейчас он немножечко расскажет по своему бою, что получилось, что пошло, может быть, не по плану. Но бой был очень красочный, друзья. Я думаю, его можно назвать одним из лучших боев нашего шоу. Ну, привет, Александр. Здравствуйте. Ну, рассказывай, какой был план, все ли получилось, что планировал, и как вообще бой прошел, по твоему мнению? Планировал я завершить бой как можно быстрее, но не рассчитал свои силы, как говорится. Ну, и проиграл в конце. Ну, можно считать, что не хватило просто-напросто сил, чтобы завершить бой. Ну, быстро, красиво. На самом деле, ребята, то есть было видно, как по-настоящему профессиональные бойцы дерутся, и это было очень зрелищно. Поверьте мне, обязательно посмотрите, и, возможно, даже не один раз. Давай тогда, Александр, немножечко по самому бойцовскому шоу. Как тебе организация, подход и вообще все, что происходило? Организация была, конечно же, на высшем уровне. Ну, никогда не думал, что в Беларуси может быть подобного типа, ну, сами бои происходить. Понравилась больше всего арена, ну, приехало много за меня людей болеть, но, увы, потерпело поражение. Ну, без поражения не бывает побед, друзья, на самом деле, и не надо расстраиваться, а нужно взять руки и себя, и больше тренироваться, чтобы в следующий раз обязательно одержать победу. Но, как тебе бой в клетке? Ты первый раз дрался в клетке? Да, я первый раз дрался в клетке, понравилось очень, очень круто, происходило все. Очень много эмоций. Энергетика, да. Да, энергетика, все. Ну, очень понравилось. Спасибо организаторам. Отлично. Ну, давай, может быть, тогда ближайшие свои планы и заодно поблагодарить своих, может, болельщиков, которые за тебя болели. Хочу поблагодарить своих болельщиков, которые приехали за меня болеть. Также хочу поблагодарить, кто болел за меня, ну, смотрел прямую трансляцию, это всем родственникам. Ближайшие планы, это будет РБ, ну, выход, ну, на чемпионат мира в августе. Буду тренироваться и постараюсь добраться на чемпионат мира. Чемпионат мира почем? По ММА. По ММА, друзья. Будем болеть за Александром. Ну, и тогда, наверное, на этой прекрасной ноте мы закончим наше интервью и попрощаемся с нашими подписчиками, друзьями и всеми, кто смотрит это видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok